Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. У нас ежедневно теперь новая страница появляется, а потом я покажу, как называется. Вопросы, ответы, что у нас было за день. Это какие-то колесники Николай и Надежда дали предложение, чтобы это сделать. Я не могу их найти, даже не знаю, из какого города сказали. Кто-то узнает, чтобы они вышли хотя бы раз на меня. Все-таки 17-й уже у нас день идет и 17-й ролик ставим. И вот у меня Никита сидит в колесниках, снимает Володя Пащенко на себя, покажи. И вот с утра мне надо быстренько сделать это, за вчерашнее подтянуть. Ну, то есть это день, я сутки набираю. Они уходят на работу, а тут тогда не запишешь, надо же с аппаратурой быть и проще. Поэтому ничего не подготовлю, но только встал, я правильно говорю? Правильно. Правильно, вот сейчас как есть, я даже сходу беру, что там пишут, как, понятия не имею. Но буду сразу отвечать. Вот успел что-то глянуть, некоторые места писания, а остальные буду только говорить. Ну, что есть? Ну, я не успеваю. Не успеваю. Потому что очень много хулителей, особенно в последнее время, просто хулители. Заходят все. Я их всех называю патриархи, патриархийное кодло. Кодло, то есть это сброд собак всяких, беспризорных. Они кидаются, рвут. Самая оболганная личность, может быть, не только в 21-20 веке, но и раньше было, никто даже не знает кто. Специально, вселенаправленная. Против него на мировом уровне было принято дискредитировать. Это Григорий Ефимович Распутин. Более оболганной не было. Теперь ролики ставят, как медведя особо держат в клетке, для того, как собак научить притравлить. И они со всех сторон его рвут, когда выпустили, и он сидит там. Ни одного ложного обвинения против него не подтвердилось. Даже комиссия во временном правительстве была. Его связь с царицей, блудная связь. Что он ходил, вот он такой был. Теперь там на чердаке нашли его половой член. Продают там полметра, что ли, как... Ну, просто страшно сказать, каких только не было. Для чего? Через него дискредитировать царя и свергнуть. Но они добились. Дальше это что? Еще суд будет. Главное суд. Это справедливо? Несправедливо. И вот несправедливость на земле более всего говорит, что будет суд Божий, говорит Златос. Бог не может быть несправедливым. Не может. А тут несправедливость. Умирает оклеветанный. А нищестивец награбил, удрал за границу. Теперь, говорит, жрет в три пасти. Покупает футбольные поля. Там, может быть, яхты. Закупает все там какие-то, что где валяются. Он не видел даже эти царские дворцы. И что, одинаково будет на суде Божьем? И вот сегодня на меня, ну, со всех сторон лезут. Почему? Это слава Божия. Это великой чести человеку удостоится. Они ничего не понимают. Они в церковь. Они в церковь, а я не в церкви. Ну, я немножко скажу, что такое церковь. Церковь – это не здание. Это так понятно. Некоторые понимают, я пошел в церковь, в здание. Нет. Это не собрание людей, где даже есть епископ, патриарх. Это не церковь еще может быть. Господь, говорит, на суде Божьем начнет отделять козлов от овец. Вот здесь определяй, где. А среди козлов будут патриархи? Больше всего их там будет. А епископы, может быть, все до одного там будут. Ну, уж это не надо нукать. Есть самая капитальная книга, издана в патриархии была. Настольная книга священнослужителей. Третий том. Третий том. По благословению патриарха Пимена издавали, кажется, о нем. А вторые уже в конце, может быть, я даже не знаю, Алексия. Там надо посмотреть. 601-я страница. Серафим Саровский три дня и три ночи вопиет к Богу. Притом молимся мы. Ну, о всех, помилуй, спаси. Он решил ни о царе, ни молиться, ни о ком. Только три дня о священниках и архипастырях. Русских он видел. Ужас какой-то. Не верит ни во что. Безобразничают людей, обманывают, что церковь, без них не спасешься. Не причащу, ты и сдохнешь. Чаще исповедуешься, чаще причащайся. Муть. Окормлять. Окормлять. Словарь говорит, это отравлять. Ну, откройте слова Режигова. Слова уже прям открыто говорят. Каноническая территория. Самые поганые слова. Нет этого в Евангелии. Это они придумали церковную организацию и выдают за церковь. Это обманщики, волки лютые. Слово волки лютые встречается в Библии только один раз. Деяние, 20 глава, 29 стих. И это говорится только о священниках и епископах. Как будто ни одного нет. То есть через три дня Бог заговорил с Серафимом Саровским. И ответил, не пощежу, не помилую. Господи, не пощежу, не помилую. А почему? Потому что вымыслами человеческими заменили правду Божию. 118-й Псалом, 113-й стих. Так что ни один не спасется. Получается так. Иоанн Затаус молился тоже. И говорит, большая часть. Вот, допустим, архиереев сегодня 350. Ну, 200 может быть. Ну, пополам раздели. 150 и там еще 25. 175 в аду будут, в аду. А я без архиереи не могу никуда. Затаус говорит, никого не боюсь, только епископов. Ну, маленько, это откройте глаза. И вот я сейчас начинаю смотреть. Почему? Потому что это важный момент. Показать, кто они. Через меня их Господь вытащил всех. Всю эту кодлу патриархниную. Ну, что здесь вот? Сейчас надо найти. Вот я посмотрел, кто-то за ночь вставал. Маша Баранова какая-то. Сейчас я найду. Есть я или нет? Господи Иисусе Христествене Божий, помилуй нас. Вот открылось. Вещь там никак не открывается. Что напишет, считай. Маша Баранова, час назад. Час назад? Я ничего не беру, не урезаю. Они это, которые не верующие, они все у себя вырезают. Ролик запишут, что-то надо делать, что-то выбросить, что-то не нравится, что-то где-то вставить. Я конкретно не говорю о ком. Не умирайте от страха. Ну, не надо делать так. Библию обрезают, стих там 11 книг выбросили, православные 270 канонов выбросили. Их 719 канонов. 413 каждый день нарушает каждый епископ патриархийный. Каждый. Ну, церковь это или не церковь? В конце концов, один раз вопрос-то поставить, чтобы потом не оказаться с левой стороны. И что дальше? А вот тут 3 часа назад есть еще. А? Есть 3 часа назад ролик, комментарий тоже от него. Ну, значит, оттуда. Первый вот как-то. Ну, не важно тут. Час назад дополнительно поставила. Если бы не ругал РПЦ, больше бы просмотров было на Ютубе. Вот тут причина какая, чтобы больше было. Ну, вы посмотрите где-то. Вот надпись сидела. Такого вы никогда не видели. И что, идут две голые женщины прям по тротуару. Ничего больше нету. И загляни туда. Я не стал смотреть, и так понятно, полтора миллиона посетителей. Иные 3-5 миллионов. Там ничего нету совершенно. Только одно. Вагина и пенис. Больше ничего нету. И вот это все пеница. Посетителей много. Да кто что взял? Чем напитался? И вот я выставляю ролики. И у меня там есть собака лежит погибшая. Я вчера считал про собаку. Там тысяч 5-7. А хозяин собаки, вот сам просто, сам по себе. У него собака, он брошенную собаку сделал чемпионом России. Я говорю о Сергее Пупкову. А там посещение всего-таки 100. Я вот выставляю ролики. В храме считают проповедь Иоанна Златоуста. Проходит сколько времени? 10 посещений. Все. Рядом другая. Я поставил там Оливиафани. 180 тысяч. 186. Ну что сравнивать-то? А что? Кто что говорит? Видишь, что много туда и лезут. Зачем оно много? Господь не благоволит ко множеству. Многие это значит проторили дорогу. Это пространный путь ведущего погибель. Я разговариваю. Ну, один раз об этом говорю. Дальше что? А так противно слушать грех осуждения. А ей противно слушать. Не слушай. Зачем заходишь сюда? Иди там, где хвалят все. И говори там. И плыви до самого судного дня. Кого из пророков не гнали, отцы ваши? Кого не убили? Говорит Стефан. Уже побивает камнями. Он говорит, ну кого не гнали? Да вы все время гнали. Вы тушили свет. Любители тьмы. Седьмая глава Деяния апостолов. Дальше. Подмазка и обличение. Подмазка и обличение. Она значит по обличению? Ну вот люди идут креститься. Ну, проходите там в касту заплатите. Проходите. Вот что сказали бы. А я говорю, по рождению хинины, змееныши. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Понимаете? Это люди вообще не церковные. Вот это говорит. Кто она такая, Маша? Какая у нее в голове каша? Кого люблю, того и наказываю, говорит Господь. И восставляет он людей, маленьких, ростом, на севере, на юге. И через них будет обличать церковь. Даже не хочешь ты. Иди и говори, Господь говорит. Иначе я поражу тебя. Считайте Иеремию, первая глава. Бог избрал? Я тебя избрал. Он меня избрал. Я 53 года этим путем иду. И не будет мира ни днем, ни ночью, который нападает. Маша, я уже за тебя молюсь. Чтоб тебе Бог дал духовное рождение. Ты это не видишь ничего. Ты совершенно слепая, Маша. Не знаю, большая ты бабушка. Ну нету ни веса, ничего. Без фотографий в следующий раз не заходи. Я просто буду выкидывать без этих. Это, ну, кодло просто. У них ни имени, ни фамилии, ничего нет. И какие-то там цифры вместо того. Я просто их выкидывать буду. Нельзя. Он заходит матерками. Утром беру тут, как помойка какая. На меня. Почему? А это прихожане московского патриархата. Их попы травят. Они их наставляют лютые волки. А волчатник растет. Я не должен говорить. Я на них не обижаюсь. Господи, на суде страшно. Не вмини им. А замысл их против меня разрушит до основания. Вы все будете повержены. Почему? Тут Бог. Большинство там, где Бог. Вы в меньшинстве. Все, которые праведники, умерли за Бога, они с нами. Мы с ними идем. Со мной все пророки, апостолы. Кто с вами? А они живы. У Бога все живы. И дальше что? В Ветхом Завете еще хлещи священники были. Давид Прелюбодей, Моисей убийца и так далее. Ну и что? Еще хлеще было. Вот ориентир взяли какой. А апостол говорит, подражайте мне. Дальше. Будьте святы, как я свят, говорит Господь. Вот состояние Маши. Я не читал. Я первый раз это слышу. Ну там похлеще были. Ну уровень, там можно планку через которую шагать, положить в лужу, и все чемпионы мира будут. Бегите на ресталище. Не стойте. Многие бегут. Подвязайте. А ну один получит награду. Один. Один. Вот сейчас исследование я ставлю. То есть за мракоязычество. Тут она 100 групп, 5 лет исследовала Цепенникова, Евгения Павловна. Ну там, кто она кандидат, профессор. И нашла на 300 моченых, то есть крещеными считаются, только один что-то знает. 0,3%. А страна-то неверующая, может и церкви никакой нет. Ну уж это не надо. В 1861 году Феофан Затворник сказал, он исследовал, все видел, и говорит, еще одно-два поколения. Поколения-то не наши, не такие люди-то были. Еще царь поддерживал церковь. Еще одно-два поколения, и православие исчезнет окончательно в России. Его не будет. Отсюда вывод. Это был же пророк, или это совершенно другое, что сегодня под именем церкви нам преподают. Как вы это не чувствуете? Вы посмотрите, что делается, кто заходит и выходит из церкви. Это все каноническая территория поделили. Вы гляньте рядом, кто с вами живет. Это за них, кому он попадает в каноническую территорию? Он должен за них отвечать. Он в глаза их не видел, они только деньги делят. Это жирующие олигархи, предприниматели, бизнесмены под именем церкви, под именем Христа. Тем горше примите осуждение. Я не могу не говорить. А как тогда спасаться? Начинайте работать над собой. А тогда глаза. Открой наши глаза. Помашь мазью глаза. Господь говорит. Чтобы видеть срамоту твою. А это говорит верующим. Они ходят слепые совершенно. Слепотствующая паства. И вы, говорит, ослепляли других пастрей и сами ослепли. Я не могу даже места Библии открыть вам. По словам найдете. Дальше что? Это Маша. Как говорится, в своем глазу бревна и не видим. Ну, смотрим, увидели бревна. Вот я как раз и говорю об этой лесопилке. Печально. Печально. Это говорит верующий, неверующий, невозрожденный, нерожденный свыше. Дальше кто говорит? Юрий Громов комментирует. Маша Баранова, ну так они и пользуются вашим молчанием. И творят, что хотят. Если вам это нравится, наслаждайтесь. Ну, я не знаю, кто Юрий. Благодарю. Фамилия-то Громов какая у него. Дальше. Тоже Маша Баранова. Игнатий Тихонович, вы же принадлежите к американской зарубежной церкви. А в каждом ролике ругаете нашего родной РПЦ. Грех на душу берете? Американской, зарубежной. Теперь бьют, что мы и к ней не принадлежим. Бог дает свободу, чтобы за человека не держались. Проклят человек, который надеется не человека. Пророк Иеремия говорит, проклят. А вы, епископы кому-то, Бог дает полную свободу. Я признаю патриарха, это и мой патриарх, мой Кирилл. Я его нынче приглашал, но он раб в золотой клетке, как Чаплин сказал. Раб. Он не мог даже в Потеряевку приехать. Я говорю, там хоть на небо взглянешь. И тут два комментария к этому. Еще два комментария? Да, один только видно, еще один не видно. А где, куда нажать надо? Да хоть сюда вот. Показать? Да. Так, нажал. Еще. Нет, надо было. Еще ниже, ниже, ниже. Значит, ну вот эту галочку рядом. Рядом на галочку. Кто говорит где-то. Так, ты там пошел и говоришь, что-то надо остановить. Было предложить? Как бы. Дальше. Что тут? Маша Барана, действительно, ведь наша родная РПЦ, это рай на земле, и там все идеально. Да как... Это кто говорит? Это Юрий Громов. Ну смеется. Да как все эти Лапкины, Кураева и Чаплины смеют критиковать наших бедных священников? Ну и дальше еще вот это тут. Вот это тут, понятно, дальше. Ругает, значит любит. Ну, вот все. Я сейчас это закрою. Так, вот это все же... Это он говорит об одной. Теперь еще кто-то тут заходил. Олег какой-то. Давай, посмотрим. Что такое мой сейчас усет? Посмотрим, что они говорят о сегодня. Что говорит? Мне кажется, что люди ищут не правды, а своего. Бедный брат из Америки остался при своем. Я так и не понял, к чему он звонил. Ну вот, какая это называется? Пятидесятник. Ну найдете тут. И дальше кто-то отвечает. Игнатий Лапкин повторяет... Кто-то говорит-то? Петроний 2011. Даже вот я говорю, хорошее или плохое, Петроний услышишь, чтобы я знал, пока не услышишь. Поставьте свою фотографию. Если кто-то... Коала там. Коала там. Медведь какой-то. Убрать это дело. Я с ним не буду разговаривать. Ну я прошу, пожалуйста. Пожалуйста. Ну говори. Он может быть хороший человек, но зачем это делать? Что он говорит? Игнатий Лапкин повторяет ту же ошибку, которую когда-то делали иудеи. Бог говорил некогда иудеям. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Иеремия 7, 1, 34. И Христос говорит женщине-самарянке. И Иоанна 4, 24. Время все покажет. Ну все время хорошие слова говорят. Ну я прошу, пожалуйста. Вот. Сейчас еще посмотрим, кто тут. Это за ночь выставили. Это какой он берет? Ну это он про Машу Барановой отвечает. Так, это что? Это фильм. Фильм «Задворный», «Вещи Олега». Ну что он тут говорит? Приветствую. Дальше. Кто говорит тут? Михаил Стасов. Не знаю, как обратиться к вам. Дед, я посмотрел на вас. Да вы христианин. Что же вы людей иной веры не спасаете? Пойдите в мечеть, скажите людям, что они не в того Бога верят. И труды их напрасны. И скажите, что именно ваш Бог создал вселенную и миры всякие. Да. Уж больно вы придирчивые, дедушка. Которые за два часа просмотра фильма вычислили все ошибки, как будто жили в те времена и все помните. Вот удивительно. Это Задворнов, этот кривляка, паяц. Ну он тут перешел к язычникам, и туда людей тянет. И я разбираю этот фильм. Как за часа. Я его не знаю, как звать. Михаил Стасов, да? Да. Михаил, я вам отвечаю, что считать дальше тут, видимо, не все. Да? А люди труд делали, годами собирали, искали потерянную информацию. И переберитесь у себя в комнате. И чистота, залог здоровья. Ну, чистота, залог здоровья. Много гигиени, если много болеете, я не болею. Это уже доказано. Это для меня достаточно. И что ему тут главное-то ответить? На что? Что собирали? Проязычников что собирать-то? Языщество осужденное. Идите к мусульманам. Я и ходил, прошел Турцию. В шести мусульманских республиках. Во всех оставил 38 книг. В мечети был, молился. С мулами беседовал. Ну, больше я не могу, Михаил, извини. Больше просто у меня сил не было. Я с ними беседовал здесь, за границей. До самого Лиссабона встречался. И во Франции, и везде. На дому у мулы ночевали. Выставлен в этом ролик-то. Больше не смог. Правильно, неправильно делал. Ну, как Бог даст. Полностью у меня книга. 18-й том. Разбор Корана по сурам, аятам. Весь. В сравнении с Библией. Эта материала вообще не было в мировой истории. За 1300 лет. В книге говорится все, что о них сказали мусульманам, о Мухаммаде. Мухаммаде, святые отцы. Я должен был выбрать это. Больше я не смог. Я 53 года над этой темой работаю. Прости меня, Михаил Стасов. Дальше. Михаил Стасов. Да дед поумней вас. Я профессиональный исследователь. Фильм Задорного с точки зрения археологии, истериографии и так далее. Это стопроцентные фейки иудеев. Ибо жидомасоны ненавидят по Талмуду Христа. Христиан. И ждут они антихриста. Подрыв когда-то белой христианской цивилизации. Через муть неоязычества это дело их рук. Тут много, наверное. Ну еще ладно. Кто ты? Два часа назад. Недалекий дедок. Не язычество, а ведическая религия. Ну, то есть разбирают. Понятно. Даже, ну, прочитай один раз, а то скажет, не дают считать. Его представления о русских находятся в пределах Средневековья. Он говорит о еврейском заговоре. Скорее он сам жертва еврейского заговора. То есть я. Я было подумал, он старовер, а оказалось, нет, патриарха цитирует, люди до принятия христианства, оказывается, были зверями. Нет, он сказал, до принятия православия. И он заблуждается, думая, что Задорнов против православия. Православие было на Руси и до принятия христианства. Ну, то даже не надо. Бредня. Кто это такое? Не знаю я его. Еще? Вот тут две недели назад. Да, Задорнов давно известный кандом. А что такое кандом? Презерватив. А? Презерватив? Презерватив. Вот, ну, я по-другому думал-то. Другие буквы-то тут. Много лет назад сперматоксикоз, как дал по мозгам, так и превратился он в том... Ну, то не надо, это ругательства идут. И еще нету. Андрей, вот, язычники раньше были люди другого рода. Другой народ. Язык одной значений, народ. Язычество, вера народа и суффикс. Ну, понятно. То есть, ничего нету. Время потратил, простите, пожалуйста. Сейчас еще кто-то заходит. Это сегодня за ночь было. Кто такой? Валерий Соломатин. Вот, Валерий Соломатин. Вот, есть, фотографии, наверное, есть тут. Так. Так. А где Валерий Соломатин? Вот, Андрей, давай. Слава Христу! Вот это настоящее благовестие. Мощно. Всех с Рождеством Христовым. Ну, благодарим. Слава Богу. Больше мы не можем. Чего можем, то и делаем. Мы же... Ну, просто не можем охватить все. Мы проехали от Дальнего Востока до Лиссабона, Скандинавию, Прибалтику. И внизу прошли Турцию. Ну, а всего-то ничего. Три человека. У нас маленькая-маханькая община где-то. Ну, покажите примерно, чтобы мы с кого-то пример брали. Наше благовестие так тронуло. Тут один ролик стоит. Что в Великобритании баптисты там собрались, а нас услышали. И стоят баптисты. Ребятишки там и молятся, и рукой крестятся о благополучном окончании нашего миссионерского путешествия. Покажите примерно, чтобы так это было. Значит, да, открыто всем людям. Вот где бревна-то, судите. А сами с места, может, не изминулись. Я не знаю, но нашу поездку трудно. Мы не просто ехали, а дарили 600 городов и сел. Может быть, больше, там туда-сюда уже считали, там 580, наконец не стал даже. Подарили. И на сколько еще его подарили. В каждой библиотеке я дарил книги по 750 евро при минимальной пенсии. Значит, необыкновенное что-то Бог сделал через нас. Найдите еще такие, кто там, писатель. А у меня 38 книг вышло, чтобы столько дарил. Ну, просто посмотрите. Судите меня, мне это благо. Благо. Да, не так сделал, не так сказал. Человек я страстный. Ну, прости меня, Господи. Давай. А, подожди-ка. Это я зашел к нему. Какая тут? Украина, вопросы Владимира, Александра. Что тут он пишет или кто? Владимир, 100 гривен, это не 5 буханок хлеба, а почти 13. В Киеве, например, украинский хлеб стоит почти 8 гривен. По-русски. А так, Олег Иванов. Да. Что тут пишет? Игнатий Тихонович, вы сказали по бороде свою позицию Владимиру. И как бы настаиваете, чтобы он без бороды в следующий раз с вами не связывался. То же самое раньше вы говорили и Лобачеву, который и не связывается с вами до сих пор. Поступил бы так и Иисус или апостол Павел. Вы же сами говорили, что борода не спасает. Значит ли, что это кто, что, что, это что, кто называет себя православным или на самом деле православный? Но если нет бороды, то вы против постоянного общения с такими людьми. Не перегиб ли это? Ну, перегиб, давай. Чтобы закончить спор, я сказал, перегиб. Ну, имею я право это поставить. В церкви было, в церковь их не запускали, не хоронили на кладбище. Вся Россия стояла на этих принципах. Что я сказал? Ему зачем ко мне в скайп заходить-то больше-то? Ну, он все время поздравляет и идет, он никуда не ушел. Но с ним разговаривать не буду, я с ним по скайпу время тратить не буду. Ты маленько сдвинься, через это я пытаюсь его сдвинуть. Вот это такое. Ну, я сказал, ну и что из этого? Не надо говорить было. Ну, с тобой будет говорить, ты не говори. А я сказал, зачем мне под язык-то залазить-то? Я же не сказал, что он не спасется или что-то. По скайпу разговаривать второй раз с Безбородом не буду. Он ничего не слышит, я вижу, сам и малым нет. А это-то не так. И крещение принял полное. С Лобачевым сохранились прекрасные отношения. Но по скайпу больше не разговариваем, все. Дальше. Видите, сколько сегодня вышло на меня? Это утром сейчас. Так. По собаке что-то. Ну, ладно. Как фамилия-то там его была? Тут много было. Какая-то буква Т. Так. Нет, не оно. Вот, семь часов назад. Фёдор такая. Что это? Ну, что пишет? Твари грёбаные. А, что это? Это не хорошее слово? Я один раз слышал в фильме, вот есть апостол А. Что-то там грёбаные. Ну, грёбаные. Можно букву отбросить, две буквы. То прикрывается просто? Может, прикрывается. Да? Да, это наподобие ругательства. Это наподобие ругательства. Ну, зачем оно? Кто это? Фёдор Токарев. На кого она ругается, ничего не понятно. Вот я сейчас покажу. Смотрите, у меня есть точка вот здесь вот. Вот. Я её нажал, точка эта. Где она у меня? Вот здесь вот была сейчас. Вот она. И тут высказывает заблокировать пользователя. Я имею право. Я хозяин, а то я его заблокирую. С одной попытки это не делается, со второй. Вот теперь. И он уже больше не войдёт. Где он, твари? Вот он. Зачем мне эту пакость? Вот твари. Чтобы люди видели, знали, как я могу сделать. Нажал, вот он исчез. И больше он не придёт сюда. Но тут ещё что-то есть проверить. Сейчас маленько. Ещё. Кто? Испанец Торонт. Проголосуйте, оставьте свой голос, перейдя по этой ссылке. От вашего голоса зависит спасение многих бездомных жизни животных. Тут всякие разные. Тут уже ничего нет. Он говорит. Учат, как правильно отравить, убрать. Бродящие собаки везде уничтожаются. Я был в Америке, и ни одной собаки от океана до океана проехали, ни разу не видел где-то. Один раз шла, штук пять, что ли, и где собака оправляется, знак такой с совком стоит, 100 долларов, 100 долларов. Собака оправила 100 долларов. И она собирает целопановый мешочек. Правильно делают. У нас в песочнице в больших домах ребёнок не может пойти, и всё загажено. Нам учиться надо. Вот собака задавленная. Мы увидели тут, ну, найдите, как называется, верность погибшей собаки от оставшихся в живых. Я там бегу. Дальше едут там, оказалось, с уголовного розыска к нам заезжали. Их тут встретил они в машине. Ну, это довольно такой необычный подход, что всё, всё больше нету. Ну, теперь Маше это ответить маленько надо из священного писания про церковь. Вот когда нам, значит, покажу, что вчера писали, какие переписки были. Ко мне кто пишет, я всё выставляю. Прошу, пожалуйста, не ругайтесь потом, что «а я себя увидел». Мне не нужна ваша тайна. Вот я на это выписал. Считай. Тави 12.7. Тайну цареву прилично хранить, а о делах божьих объявлять похвально. Если это дело божье, я объявляю. Не божье дело сидит с этим, с грехами не тряси ты их, как орденами, Брежнев. Делайте добро, и зло не постигнет вас. Всё боятся. Что сказали, где, как. Боже, такие есть у нас священник тут один. С ним разговаривали. Такое хорошее отношение. Это Дудин Сергей знакомый был. Просто прекрасное. И какая, говорит, его оса укусила-то. Муха-цеце. Где-то или жена настаивает, там жена-то подкаблучник, как правило, так он трепещет. То тебя из этого Игнатия выгонят. Или там какую-то должность пообещали в церкви. Он заумирал. Давай в организации, там где-то YouTube, жаловаться, чтобы убрали. Залазят, воруют у меня. То есть совершенно с ума сошли. Валентина Стартист, он гоняется, у кого ролики выставлены. На все слушают. А почему он это делает? Потому что он весь искажённый этой системой патриархийной лжи. Стопроцентной лжи. Ещё раз говорю. Дальше, 12-11. Не скрой от вас ничего. Я сказал уже, тайну цареву прилично хранить. О делах божьих объявлять похвально. Это архангел Рафаил говорит. Открыто надо возвещать, это дело Божие. А когда вы боитесь и трясётесь, и боитесь что-то вырезаете из роликов, где-то кто-то что-то делает, склеиваете, боитесь просто. Что о вас сказали плохо. Это не Божье, не царёва тайна. О вас лично здесь шла. Царёва тайна, то есть это то, что КГБ охранять целостность государства, то, что сделает этим, занимается. Это надо хранить. А о Божьих надо возвещать. Сейчас вы не Божьи, мне тут тайны не надо президента. И Маше это я говорю. Езекииль 23, Агала. Агала, это такое там написано. Прочитайте эту книгу. Прочитайте. Ещё написано. Езекииль 16, 15. Но ты понадеялась на красоту твою, и пользуясь славой твоей, стала блудить, и расторчала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. Ну, это пророки говорили о Иерусалиме, о церкви. Вот церковь кем. Это блудница, великая блудница стала. А люди вокруг там падали в обморок. Батюшка благослови, кто епископ, кому принадлежите. Никому вы не принадлежите, вы сатане принадлежите. Христос пришёл, определил, там никого нету, скотомогильник. Что дальше? Езекииль 16, 25. При начале всякой дороги устроила себе возвышение. Это что вы видели, высоко, ложа, постель широкая. Поозорила красоту твою, и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего, и умножила блудодеяния твои. Что такое ноги раскидывала, непонятно? Это церковь. Это Иерусалим, это Сион. Это избранный Богом народ. Жертвы шли, всё, и всё это блудодейство одно было. Всё это блуд. Все каноны всё попрали. Вот кто это такая она была? Проститутка. Вот почему Яков в Новом Завете, 4 глава, 4 стих говорит, дружба с миром, дружба, есть вражда против Бога. Ну, дружишь, ну, маленько там, тут выпил, тут поговорил, тут понтерился, тут маленько сблудил, маленько своровал. У государства где-то блуд, прелюбодейство. Проституция. Всё это заложено в этом, в дружбе, в одной только дружбе, не во вражде с Богом. Ну, главное, чаще исповедуйся, чаще прищищайся. Больше беды нету, как в этих словах. Люди не готовые прищищаются. Потому многие больны, немало умирает. Всё, что в церковь сегодня недостойно прищищают, без подготовки, на эпитемию нету. Это больницы забиты, это кладбище. Это всё на поповской шее лежит. И меня Бог побуждает это сказать. Я люблю церковь. Мне она не чуждая. Я 53 года работаю, я миссионер. Сколько людей обратилось, это Бог знает, и все говорят об этом. Почему Андрей Кураев обо мне столь высокого мнения, что самый известный миссионер, что другой. Я таким не считаю себя. Но всех до одного 53 человека направляю в московскую патриархию. Зная на 100%, что их будут травить против меня. Почему? Не могу. Христос сказал, иди покажись священнику. И что? Матфея 10,6. А идите наипачек погибшим овцам дома Израилева. Ну они-то этого не знали. Ну, если человек скотина, скотина. А погибший что это? Скотомогильник. Дальше. Матфея 15,24. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израиля. Погибшим овцам Израиля. А они видели, что погибших нет. Они Христа распяли. Это погибшие. Это сегодня, ну то, что мы видим сегодня в церкви. О чем говорит? Будут храмы золотые. Тебя видели, красота твоя, купола. Все это блудилище может быть. Дальше. Псалом 72,22. Тогда я был невежда и неразумел. Как скот был я пред тобою. Ну как скот был пред тобою. Как покаянный канун. Яка свинья лежит в кале. Свинья лежит в кале. Вот кто я такой. Мы все такие. Перед Божьей святостью. И это в молитвослове написано. Не забывайте кто. Это в церкви еще поется. Это говорится о Серафиме. В святоносном. Люцифер. Это о патриархах говорится. О пепископах. О всех нас. Если с неба Бог неизверг. Нечисто не может быть. Что общего чисто и нечистое? Нечистота выбрасывается. Вот это состояние сегодня в церкви. Никто не смотрит. Оглашенные языки не знают. Они не знают сколько членов церкви. Баптисты знают. Старобрядцы знают. Православная московская патриархия не знает. Ты говоришь, я перехожу в московскую патриархию. Нельзя. Туда нельзя переходить. Некуда переходить. Через порог перешагнул. Рот разденул. Причастился и пошел. Все. Я в этот же день в блуде. Опять граб убиваю и прочее. Я работаю в тюрьме. Ну, пораньше маленько. 17 лет. И они знают, что я каторжник. Мне двери и сердца людей открыты. Выступаю по рации. Ну, все делаем. Просто они слушают. И за 17 лет я ни одного не подготовил к окрещению. Ни одного. Священник полупьяный. Пришел. Мне говорят, а что он пришел-то пьяный? Это он не целиком пьяный-то. Еще он такой грязный от него воняет. Это мне говорит руководство тюрьмы. Он умер уже. Я могу назвать его и все. Только скажу, что Михаилом звать. И он 470 сразу прищищает. 48 крестит в этот же день. Это церковь? Это бревна? Я говорю об этом. Говорю, потому что нельзя не говорить. Ты видел, что согрешает? 3.18 языки. Или не сказал? Он погибнет. Но с тебя я взыщу кровь. Его на тебе будет. Но если я говорил, он не делал. Он погибнет. А ты спас свою душу. 20 стих. И дальше. То есть я говорю, для чего это? Что никого Бог не пощадит. Не льните вы к этим одеждам, красивым, которые на священника. Идите к Богу и заботитесь о священника, чтобы они не были такими гомосексуалистами. Чтобы не были ворами. Чтобы учили народ. Главное, это беда даже не в этих недостатках. Главное, что не учат народ. Монахи не учат за стенами. На их совести возникновение мусульманства. Фашизма, коммунизма и масонцы. Это на их совести. Потому что это люди могли уверовать. Вера от слышания. А слышание не от папасенок. Коко Амбросия Юрасова. Я что видел, что слышал. Вас не видел. Дальше. Осия 7.12. Когда они пойдут, я закину на них сеть мою. Как птиц небесных низвергну их. Накажу их, как слышал о собрании их. Вот Господь говорит, закину, вытащу. Какую где-то? Как птиц небесных. Хотя бы это высокого мнения было себе. Бог извергнет. И дальше откровение. Откровение 3.16. Ну как ты тепл, а не горячий, не холоден. То извергну тебя из уст. Бог извергает с неба, извергает из церкви. А сколько не тепло-то? Тепло-то церковь сегодня где-то. Где горячее-то? Ну а ты вот говоришь громким голосом. Кто бы соплазнялся, за кого я не воспламенялся. Да, я глухой еще, и поэтому громко говорю. Теперь не так говорю. Теперь какому принадлежим? Павлов ты или Аполлосов? Считай. 2 Коринфянам 6.15. Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Ну какое? Господь говорит, какое? Какое вы общение к церкви вообще имеете? Пьяницы, прелюбодеи, по пять браков тут. Ну, приходят цари, зажигают свечи, а завтра там минору зажигают. Заодно это он уже должен извергаться из церкви. Ну, к этому краю прилепляйся. Так а он президент. Не мне судите, а каноны говорю. Дальше. 1 Коринфянам 1.12. Я разумею то, что вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Вот нужно только оставить, я Христов. А это, вот что какой церкви, где принадлежишь, козырять этим не придется. Тут и старостильные, ну, даже которые не подчинились акту о каноническом общении. 13 разных юрисдикций, говорится сегодня, православных. Дальше. 1 Коринфянам 3.4. Ибо когда один говорит, я Павлов, а другой я Аполлосов, то не плотские ли они? Они. Тут говорит, разделяются они, плотские ли вы. Тут слово вы. Вы не выслушали. Так смотрите. Там говорит, а я Христов. Почему здесь слова Христов нету? Потому что это надо было выделить из этого стиха, какие плотские. Все плотские, а вот Христов нет. Христа уже здесь нету. А Кифин нету, где, ну, понимает выражение его. Потому что она тоже не бывает плотской. У тех-то не было этого выражения. Дальше. 126 раз. Это 28 надо было показать. Это ошибочка. 128 раз встречается одно слово. Я его сейчас покажу. Давай. Еремея 15.1. И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лице мое Моисей и Самуил, душа моя не преклониться к народу сему. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут. То есть слово Самуил, имя его, 128 раз в Библии встречается. И только один раз вот это предложение, что он на небе, он ходатайствует, и предстали бы. Господь говорит, прогони их. Да как, как, как? Я сказал, прогони. Это люди в церкви. Прогони. Чаще причащаются, чаще исповедуются. Ну и что? А почему священники не считают житие Макария Александрийского, не великого, а Александрийского, не египетского? А он видит, как люди причащаются, а в рот еще не попадают. Рукою, ангельскую, при счастье относятся в алтарь. А демоны, черти, рогатая, хвостатая, в рот людям уголь толкают. Вот кто причащается-то. А священник, где священника нет, он связанный лежит под скамейкой. Глаза открыли и увидели. Вот так. Хоронят со святыми у покоя везде. А в это время только один видит, там, Сисой Великий или Паисий Великий, видит, что Сатана душу трезубцем вынимает и вонючей туалетной водой крапитовой пеплом сыпет. Будьте вы проклятые христиане. Человека повинен во всех грехах, олигарха там или кого-то. А вы теперь его, да еще их имена на храме Христа Спасителя оскверняете. Грабители хотят прославиться. Дальше. Иоанн 9, 31. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Я к этому и призываю. Не в зарубежную церковь, нет. Я зову людей в московскую патриархию, чтобы в храме, но в храме, чтобы вот Бог их слышал. Поэтому не надо грешить. А чтобы не грешить, надо узнать грех какой. А для этого надо родиться свыше. Первое. Грешников Бог не слушает. Люди приходят, ходят в машины, освещают офисы. Бог не слушает. И что дальше? Матфея 7, 23. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Все. Спор с Игнатием кончится. А я заботился об этом. С дальнего севера возвещал и кричал. Вы не слышали на юге живущие? У нас сегодня как раз пурга. Бог говорит так. И еще. Матфея 25, 32. И соберутся перед ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Так что козлы, слушайте внимательно. Где будем стоять, если мы не превратимся в овец? А может, лед запутался окончательно, а обратиться можно в любой день. Это я немножко, это Маше все отвечаю, Барановой. Чтобы ты Баранова была, а не вот так. Сохрани Бог, чуть не сказал козлово. Я еще не имею в виду, но прям к каждому слову привязываются. У меня и в мыслях даже не было, кого-то там унизить или что-то. Я просто говорил об этом. Вот сейчас покажу. Вчерашний только разговор какой был с кем. Красным выделены места из Святой Библии. Ну, я так делаю всегда. Вот. Сегодня у нас ролик составляется 18. И какое сегодняшнее число? 30-е? Наверное, да? 30-е. Вот 30-е. Вот такой будет ролик. Засчитай его, как называется. Номер 18. Вопросы, пожелания, события дня. Задавайте вопросы. Сегодня необычно, потому что я сначала залез на YouTube, говорил, надо начать с этого. Ну, потому что все теряется здесь. Дальше. Вопросы, передаваемые мне из ВКонтакте, одноклассников, из других ресурсов, администраторами и модераторами на наш форум. А потом возвращаемые ответы попрошателям. Теперь видны на нашем видеоканале. То есть я теперь Машу писать не буду. У меня вообще времени нету нисколько. Нету нисколько. Объявление. Объявление. Второй раз повторяю. Уже не первый год меня просят составить на каждый наш видеоролик хотя бы краткое, но точное описание, что на нем есть, для облегчения поиска нужного ответа. Ну, вам не ролик составлять, ничего. Ну, помогите мне, пожалуйста, прошу. Перед кем виновен. Простите меня ради Христа, но расположитесь не ко мне, не ко мне. Ну, остановитесь, помогите. Люди спрашивают, я ищу, а где у вас, на каком ролике. Это я не могу, надо составьте и все дальше. Мне вышлите там, на какой минуте это. Я вот это выставлю. Отвечаю. Мне с этим не справиться, даже при всем желании. Кое-кто соглашался слушать полностью ролик и мне прислать краткое содержание, которое я выставлю внизу в пояснении. Ну, пообещали, никого нету. Даже этого не можете сделать-то. И по нему поисковик приведет в ролик с нужным ответом. Обязательно указать, на какой минуте и о чем. Прошу всех, кто заходит на наш этот видеоканал во свете Библии, открытым оком, помогите это дело исполнить. Возьмите один ролик и до конца прослушайтесь, сделав оглавление, помечая содержание простыми словами. О Библии, Христе, Святости, Суде Божьем и так далее. И это содержание перешлите мне или в мой мир, на форум или на почту. А я уже помещу это содержание внизу указанного видеоролика. Только делать сие дело ответственно, без ошибок, без пропуска. Я прошу, помогите. Забудьте мои недостатки. Вы для людей это делаете, не для меня. И дальше. Вот у вас, говорят, были друзья такие, а они против вас-то. Ни слова не говорят, все сделано в стане врагов. Лютых этих волков, священников принимают, с ними встречи начинают готовить, устраивать. Зачем это все нужно? Почему? А вот я что нашел. Слушай. Кругом измена, трусость и обман. Вот так. Известная фраза последнего российского императора Николая II записана им в своем дневнике 2 марта 1917 года в день отречения от престола. Дальше. Фраза может быть использована по отношению к плохой, прогнившей системе управления с плохим ведением дел. К системе, которая нуждается в быстрой реорганизации, а также как характеристика для окружения человека, которая является бездарным, завистливым, малополезным. Завистливым, бездарным, я говорю ко всем. Везде измена, трусость и обман. По отношению ко мне это. Я-то могу подписать, хотя отрекаться не отчего. Вчера друзья были против. Уезжает митрополит Сергий, это все выставлено. Я говорю, смотрите, владыка, чтобы нас заочно не раздучили где-то. О, уже пытаются. Сам смеется и показывает. Уже стучит рогами, дескать, копытами-то. Это так и есть. Как же так? Вы вчера были со мной, друзья, говорили. Теперь за этими роликами гоняетесь. Измена. И трусость. Наше государство больно. Трусостью и корыстью. Корыстью и трусостью. А церковь наша, родная, православная, РПЦ, да и все, больна трижды этой болезни. Это говорит Краснов Левитин. Церковный историк. Шесть сроков отсидевший. Дальше. Игла. Сегодня, 29 декабря 2015 года, ночью, снова, уже при новом пароле, залезли из Патриаршей Котлы. И украли у меня в моем мире более десяти роликов. Девять из них, наши беседы прошлой с Дузиной. Гламывает главное. Ну, что, какие-то верующие-то. И занимаются священники этим. Их семинаристы. А мой мир, эта система, она очень уязвимая. Где-то трудно попасть даже. А здесь свободно так. Все только здесь сделали. Все. Как они боятся вчерашнего, сегодняшнего и будущего. Это мои слова. Я на это ответ им даю. Уродство и еродство погадненькой жизни толкает их на самое тяжкое воровство и постигновение, не принадлежащее им. И этот вдруг встал с ними. Пригрозили не причащать. И это не редкость в этом суетном мире. Да не будет всего с нами ради чечевичной похлебки призрачных обещаний от тех, кто похерил совесть свою. Народственный и мир Божий далек от таковых. Я стараюсь уже никакие имена не называть. Ну, этот известный Юрий Соболев, это преподаватель Красноярского университета Академии и ведет еще при патриархии курсы. И вчера без его разрешения выставляю это дело. Он хорошо относится. Дал разрешение выставлять на форум. Ну, тут разницы нет. Раз разрешил на форуме все это выставлять, то и здесь. Вот вчера за один день у нас была какая-то переписка. Посмотрите. Он говорит. Более чем достаточно, мне все ясно. Более того, догадка, которая появилась весной относительно всего, лишь подтвердилась. Догадка о человеке, который вдруг стал изменником и стал трудиться мгновенно, а стал против. Но это подтвердило, что измена, трусость и обман. Не обманывайте себя. Это пригрозили чем-то, где-то. Как правило, это связано или с повышением должности, с каким-то прибытком. Сейчас торгует человек церковным. Ну, и жена давит его где-то. Или ему что-то дальше пообещали. Ныне выходит на меня с неким священником. Здесь моя позиция одна. Матфея 7,6. Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не поправили его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Я отвечаю ему. Что значит это виртуально, дымное натмение мира, под возглащенными ризами? Вот они кривляются в зазеркальном пространстве. Что мне оттого? Но вот сегодня вода везде и крыша тут протекает, к примеру. Тут мне больше капает, чем ябедники и скодлы патриарши. И сапоги вздрызги взорваны при работе в лесу. Пальцы торчат с протянкой наружу. Это я про себя говорю. Вчера вода текла и здесь. И надеть нечего. У меня вообще ничего нет. Прыгаю через лужи, падаю. Вот реальность. Вот все. Он там где-то говорит. Ну никакой роли это не играет. Ни на аппетит, ни на что не влияет. Они время тратят. Что сказать, требующий покаяния всенародного от меня? От меня что? Я должен покаяться. Ну я каюсь. Ну в чем? Ну я говорю, введя не неведяй. У меня помышление вводим на счет. Простите меня ради Христа. Давайте работать. Работать для Христа, для пользы церкви. Работать. Есть такой, Федоров Амулевский был, такой редкий, известный поэт. Он говорит, работать руками, работать умом. Работать без устри ночью и днем. А там уж что будет, так будет, пускай. Так нужно работать, мы дружно давай. Вот слова какие нужно. Дальше. А в чем? Молчат. Якобы за кого-то заступаются. Кабы где, то кого-то я обидел. Но и суд принимает от потерпевшего сжалову. От потерпевшего. Если обидели, пусть они на меня выйдут. Еще ходатайствуют за них. Вот, допустим, сосед, тот обматерил этого. А я пойду подавать в суд. Да суд и не примет. Мало ли ты что сказал-то. А тот придет, скажет, а мне не обидели совсем. Тот-то молчит, чего-то ходатайствует. Заниматься больше нечем. Дело в том, что нет таких на плацу. На плацу. Знаете, что такое-то? На площади выступает военная там. Но сказать могу вместе с гонимым апостолом и псалмопевцем. 1 Коринфянам 4.4. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судея мне же мне Господь. Я не оправдываюсь. Я грешный человек. Раз я работаю, значит, не ошибается, кто не работает, говорит. Понятно так. Если я столько работаю, то ошибка неправильная. Слово произнес. От архипелага Гулаг насчитал. Сколько похвальных слов. А другой, да он считать не может. Он неграмотный на меня. Его к стенке поставить надо. Ну, что скажешь? Ну, неправильно. Не там произношение сделал. Ну, простите. А тот, говорит, я бы никогда не просчитал, а теперь прослушал в машине. Благодарение Богу. Дальше. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит сокрытые во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и ополосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Вот так. Вы не принадлежите к зарубежнице. Ну, не принадлежу, ну, успокойтесь. У вас епископов? Нет епископов у нас. Нет. Ну, и что из этого? У нас Бог есть. Я Христов. А там Павел все остальное осудил. Все ваши канонические территории уже полностью отверг. Я Христов. Он избрал меня между мной, и вам уже никогда не встать. Кто отлучит от любви Божьей скорбь, теснота, гонение, поношение, начало, будущее, сила, небо, никто не отлучит. Они не знают Бога. Им нужно обязательно, чтобы было здесь записано, какая система. Система лжи. И лепитесь к ней. К сталинскому голенищу лезьте, а сейчас к позлощенной ризе. 1 Явна 3.21. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Меня она не осуждает. Ни в ночной молитве, ни в дневной. А в дневной не менее семи раз. Становитесь на молитву. И в это время сто поклонов. Когда будете молить это, тогда будете знать, что такое. Это Псалом 118, 164 стих. Дальше. 2 Коринфянам 1.12. Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас. По совести. Нас никто в грехе не обвинял и не обвинит. А знаете, да вам кается в смертных грехах. Ну, назовите смертные грехи. Какие вы причисляете? Один смертный грех есть. Один. Придет Дух Святой, обличит мир. О грехе, а не правде, а суде. О грехе, что не веруют в меня, а я в него верую. За мной нет ничего. Меня исследовало КГБ до прабабки. Ничего не нашли. Ничего за мной нет. Повторяю, ничего. А я знаю за тобой грехи. Ничего ты не знаешь. Ты просто говоришь слова, за которые придется отвечать. Вот ты меня и судишь. Вот если не войдешь в патриархию, и главное загнать нас в патриархию, то не спасешься. Я этим и спасаюсь, что у меня свобода совести. Надо мной никто не стоит. Поэтому к словам моим прислушайтесь, пока не поздно. А вы зажаты. Что поп скажет? Он сразу бы задавил меня. Бог сделал так. Мы никуда не уходили. Раскол не творили. От нас отрекся. Убежал кто-то. Увидит волка, говорит. Волка грядущая. Бежит от него. Ну вот, увидели патриарших волков-то, и разбежались там. Раздробили зарубежную церковь. А мы никуда не ушли. Две общины. Это Бог так сделал. Дал нам невиданную в истории свободу. Чтобы я был ничем не связан, мог говорить. А по-прежнему молимся. И за Илариона, за патриарха. Ио 25.4. И как человеку быть правым перед Богом? И как быть чистым рожденному женщиной? Нет, я не чист. От рождения своего. Ио 27.6. Крепко держал я правду мою. И не отпущу ее. Не укорит меня в сердце мою во все дни мои. Не укорит. Я проверяю себя перед Богом. В книге я не написал ни одной строчки, кому-то угождая. Ни одной. Это 38 книг. Почему я говорю? Эта книга написана в пророческом духе. В каждой книге 3000 ссылок примерно из Слова Божия. Притча 21.2. Всякий путь человека прям в глазах его. Но Господь взвешивает сердца. Псалом 29.3. Взвешивает. Господь будет определить. Успокойтесь. Я сказал, тебе не нравится. Не заходи туда. Не слушай. Делай свое дело. Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Ну вот и все. Я каюсь. А если он будет замечать? Я за собой ничего не знаю, но тем не оправдываюсь. Успокойтесь. Прошу прощения у всех. Еще раз говорю. Задел, сказал, не так, понравилось. Простите. Не смог. Но и Павел всем не мог угодить. И горе, говорит, когда все о вас будут говорить хорошо. Так говорили о лжепророках. Это горе будет. А что нападает, это как раз, что я не такой, как эти люди, которые к церкви примазываются. Я называю кодло патриархийное. Псалом 142.2. Не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается перед тобой ни один из живущих. Я прошу, Господь, не входи в суд с рабом твоим. Псалом 18.13. Кто смотрит погрешности свои, от тайных моих очистить меня. Это мое покаяние, эти слова считаю. И в церкви, когда читаем, и перед причастием, и везде. Утренняя и вечерняя молитва, и там уже столько сказано. Прости меня, я все эти слова принимаю к себе. Какое еще покаяние это? Утренняя и вечерняя молитва включает все. Достаточно, чтобы Господь простил. Нет, а чтобы перед ними я встал на колени. Я понимаю, для чего вам это нужно. Повеличаться. Невысокомудрствуйте. Господь откроет вас. Ваши мысли, помышления, предательство, измену. Трусость и корысть. 2 Коринфянам 2.17. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе. Это я Юрий Соболев. Дальше он пишет. Не знаю и я, для чего кому-то знать мое мнение. То есть устраивать встречу с каким-то священником, узнать мнение. А о чем? Я сам желаю избавиться от него. От своего мнения. И заместить Словом Божьим и волей его. Филиппийцам 2.5. Ибо у вас должны быть те же чувства, какие и во Христе Иисусе. Это он пишет все. Подыскивание ли это? Не волк ли в овечьей шкуре? Для чего эти прикровенные беседы, когда говорите при свете и что на ухо слышите, проповедуйте на кровле? То есть они хотят поговорить, залить его грязью, но чтобы никто это не знал. Я все это опубликую дальше. Брат Юрий, сможем мы пообщаться в скайп? В беседе хочет поучаствовать еще один священник. Это один там ему пишет. Я уже не называю, чтобы не умер от страха. Соболев, брат Сергей, какая тема беседы и кто священник? Сергей, священник вам не знаком, а тема все та же. Игнатий Тихонович. Вот они для чего собираются, устраивают коллоквиум, конференции об Игнатии Тихонович. Это чего-то стоит? Человек, у которого нет никакого духовного образования, совершенно у меня нет, ни одного класса семинария. Я не собираюсь. И теперь год назад сообщили 25 декабря в прошлом году. Там собралось особое, много ли кто-то там, и профессора участвуют, собрались по Игнатию Лапкину. Мне сразу сообщили, год прошел что? Нету. Я говорю, вызовите на суд, а мне отвечают, что они, самоубийцы. У нас был епископ Евтихий Курочкин, потом 5 лет был домодедовскому патриарху Кирилла, которому... 13 лет у нас был Евтихий-то. И он говорит, вам, Игнатия, никогда не обвините в его неправославии. Он суперправославный. Это говорит, который знает. Эти, которые нападают, они меня не видели, в глаза не знают. Это кодло-то бегает, лает вокруг моей колокольни. Юрий Соболев. Еще жив сам Игнатий Тихонович. Он в здравом уме и памяти. Лучше вам напрямую обратиться к нему с вопросами. Моя позиция вам известна. Без присутствия самого Игнатия Тихоновича не вижу беседы состоятельной. Вот, смотрите, что все это... Это вчерашний день, только такое было. И я ответил вам здравом уме. Когда он сказал только с Игнатием, ну это понятно. Моем присутствии-то, чтобы все сразу отказались беседовать. Ну что тут непонятно-то? Что сатана крутит всеми. А вы бы сказали так, да это ведь правильно так, беседовать о человеке, который... Я же не в тюрьме сижу, он еще живой. Я могу говорить. Сергий, отвечай. Сергий, он недружелюбно настроен. У него вопросы относительно вашей позиции. Это не моя инициатива. Он попросил. Значит, человек какой-то священник, где-то он находится, неизвестно в какой епархии, их интересует там, я не знаю, Дудин там, Бирюков, да много их такие выходит. Их интересует позиция людей, кто с нами связан. И они не хотят. Вот они смотрят в мире, кто ко мне заходит, они буквально поливают их, упрекают. Неизвестно, там Марьясов, другие пишут. Говорит, невозможно, что они сдурели. Даже я с митрополитом говорил, он говорит, такое впечатление, что они убить вас хотят. То есть лютое, это бесовское полчища на меня поднялось. Что? Это слава перед Богом. Чтобы удостоиться такого пройти путь моего Господа. Такое же поношение. Распинают буквально. Юрий Соболев. Тогда, брат, еще проще. Перешлите ему мои сообщения вам по этой теме. Там моя позиция изложена вполне. Повторяться не хочу. Дальше. Что за сила заложена в Святой Библии? Это я Юрию пишу, между нами переписка. То Дворкин, то все невостребованные Духом Святым силы в бессилии поднимаются со всех сторон в одну сторону. То есть против меня. Вектор направления Духа в злобу только вниз, по наклонной. Откровение 12.12. Итак, веселитесь небеса и обитающий на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Он поднимет всех, дьявол, полумертвых. Всех будет поднимать против. Почему? Потому что голос, голос не связанный с страхом перед людьми. Это Бог дал мне, как Иеремия. Это любимый мой пророк. Я ни за кого себя не выдаю. Хотел бы я молчать, но внутри меня был как разлитый огонь. И это не два, не три года, 53. Уже можно было бы успокоиться. Мне 77-й год. Я и в тюрьме, и в лагере, и на допросах КГБ. Везде говорил об этом. Я спрашивал, кто сидели, баптисты, православные, Глеб Якунин. Я говорю, вас вербовали? Да, сразу же начинают. А меня ни разу. Почему? Только первый допрос в КГБ, я начинаю его обращать к Богу. Начальник тюрьмы обратился. Следователь обратился. Мне есть, что показать. Следователь, который меня допрашивал. И не хватает духом лжи, зависти, клеветы и поношения сил выйти в открытую. Ибо бессилие адских сил подобно соломе и мякине в вихре ветра. Это я ему пишу. Моя жизнь на исходе. И не смогли силами собраться, чтобы открыто выйти на бруствер классности. Все трепещут от страха и воруют. Все прячут перепончатые крылья духи, лицемерие и лозунги гордыни и прелести. Это от которых гордыни и прелесть. Я теперь буду звать это люди, которые в гордыни и прелести находятся. Просто от сатаны. Их гордыни и прелесть лишат их элементарной возможности просто взглянуть на свой путь и сравнить со Святой Библией. Куда же их завела корысть и трусость, раболепное членопочитание и манкуртизация себя и своих слепостующих рабов? Что такое манкурты? Потратьте время и откройте. Посмотрите. Это из Буранова полустанка, Чингиза, Айтматова. Когда пленных ввозят, когда там много было молодых ребят. И бреют, и бреют голову несколько раз с острыми ножами, а потом самая толстая кожа у верблюда на шее. И тогда этой шкуры обтягивает и привязывает. Руки растянуты и бросает их под солнцем. И они там в испражнениях погибают, из трехсот остается не больше десяти человек, все остальные погибают. А вот эта шапочка-то натянутая, она прорастает волосами туда, потому что обрита была, и прорастает, как на голове ее тронуть нельзя. И теперь они ничего не помнят, где родился, где был, кто что. Это рабы, которые только пасти могут. Посчитайте. Вот это вот, это патриарша манкурты, начиная от вверху до низу. Шапочка и проросла. Без батюшки не спасти, чаще исповедуйся, чаще причащайся. Что угодно делать, только батюшка благослови, батюшка благослови. Да пропать, а кто благословил? У нас сестра, увидели, что она молится, не нажал. А кто благословил? То есть манкурты, куда только палец не покажет. Это все быть извергнут, и вы на суде будете жалкие и страшные, подобные демонам. Языки 24,14. Я Господь, я говорю, это придет, и я сделаю. Не отменю, и не пощажу, и не помилую. Больше не отменю, что сказал, и не пощажу, и не помилую. Никакие причастия вам не помогут. Не то, что вы принадлежите какой-то организации, не ваш епископ. Без епископа шагу не может. Да вы глаза не видели епископа-то. Все, сейчас. Ну, придется дольше говорить. По путям твоим и по делам твоим буду судить тебя, говорит Господь Бог. Иезеки 35,6. За это живу я, говорит Господь Бог. Сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя. Так как ты ненавидела крови, то кровь и будет преследовать тебя. Надо ненавидеть кровь, а ты не ненавидела. Вот все, освещай танки, попы за это будут отвечать. За клятву, за присягу, за все. Я это говорю. Это Господь сказал. Наум-3,6. И забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренную и выставлю тебя на подругу. Речь идет о церкви. Может быть, о патриархии эта речь говорит. Бог покажет все мерзости, какие в ней были. Кто слово сказал, мгновенно задавит, как Андрея Кураева. Мгновенно бросается и не было. Три священника там где-то в Ишинске выступили. Все. Диамид сказал, епископ, мгновенно голову отрежут. Комсомольская правда писала. Много мафии, говорит, но самая страшная церковная мафия. Вы еще не знаете, что такое. Почему они рвутся на эту симфонию, чтобы власть поддерживала-то? Это снова инквизиция будет у нас. Они сегодня себя ведут как? Откровение 3,9. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Это я им говорю. Вы мои книги будете искать по листику. Придет время, меня не будет. Мешает всему, что есть. Я мешаю. Моя биография, голос не тот. Когда меня не будет, обстановка изменится сразу. Я это знаю. Ответ ваш верен. Доведите его до конца. Это я Юрий пишу. Он пишет. Пока отступились. Как сказали, чтобы Игнатья пригласили. Отступились. Нужды в этом общении у меня нет. Если каким-то боком подыскивается под меня, так я за патриархийную мзду не держусь, так как не имею таковой. Запретят занятия вести. Это уже проходили. Запретят занятия вести? Считай с воображением. Запретят занятия вести. Это уже проходили. Все идет, как и шло. Нигде ничего нет. Господь иное усмотрит в случае запрета. Многие батюшки сидят, выглядывая за угла, не видят реальных людей, сектантов, атеистов и прочих. Все заросло плевелами. А они пшеницу душат. Это я вас. Разуми, Господи. Игла. Я отвечаю. Сталинско-беревская структура МП обрешена. Какой волчатник устроили из структуры насилия? Структуры? Я говорю не о церкви все, а о самообразовании структуры. Они спасали церковь. Ее не спасать надо, а в церкви мы спасаемся. А спасти структуру, структуру. Вот и до структуры резервы. Именно так только они и могут вести себя. Жалить в темноте, заползая в обувь, в души. Ничего нового или божественного они дать не могут. Там нет этого при основании. Все животолюбие, жалкая трясущаяся жизненка за свое утробное существование. Слепота предродная, безглазы и глухонемые. Миллионы душ на их совести. А они создают видимость борьбы за чистоты свои скверны, которые затопили все. Третья ездра, 16,78. Почему в обувь? Обувь это для благовестия. И они жали там, чтобы я не проповел. Вот что нужно, чтобы замолчал. А то в обувь скорпионы заползли ко мне. Горе тем, которые связаны грехами своими и покрыты беззаконными. Горе. Вы разберитесь себе. Сколько раз в одних грехах исповедуетесь и прищищаетесь. Почему? Почему нет эпитемии? Люди не понимают, что такое церковь. В церкви нет грешников. Но как нету? Она святая и непорочна. А Иуда? Он уже не в церкви. Блудники, которые приходят, прищищаются, они не в церкви. Церковь пустая. Нерожденные свыше не увидят в Царствие Божие. Нет рождения свыше никого нет в церкви. Это одни стены стоят-то. Вы даже не понимаете, которые нападаете на меня, потому что вы не в церкви Кодла. Это шайка бандитов. С Богом только святые. Бог не слышит грешников. И не молитесь, я не услышу вас, Господь говорит. Не взывайте ко мне, пророк Иеремия говорит. Это что? Это поле, которое заросло кустарником, и через которое путь покрыт терном. Так что человек проходить не может. Оно оставляется и обрекается огню на истребление. Хотите помочь московской патриархии? Боритесь против греха. Идите, проповедуйте. Обличайтесь священникам. Говорите, пишите патриархию. Нельзя это делать, нельзя. Готовят собор какой-то, восьмой. Вам ли об этом говорить сегодня о соборах-то? Вы соберитесь силами. Покажите, Господь, вот моя гнойная жизнь. Я прожил-то ее как отступник-то. Рождение свыше должно быть Духе Святом. И водительство Духом Святым. Стижание Духа Святого. Вот, больше ничего не нужно. В этом все. Бог откроет глаза. Меня Бог избрал, я это говорю. Я не мог в час вложиться. Придется больше. Иоанн 1,19. К тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбище пустыни, и пламя попалило все дерево в поле. Дерево. Откровение 29. Не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. То есть патриархия вместе со всем будет сожжена вместе со страной. Если они не справятся. Если нужно поговорить, я же действительно еще живой. Вот и поговорить, чтобы равное время было дано каждому. А у них говорить-то и не о чем. Им нужно вас залить скверной. Да я Юрию пишу. Если вы им не сдадитесь, то есть не станете меня хулить, не отречетесь, чтобы и не встречаться, и не заступаться, то они начнут вас жалить, как отца Андрея, выгонят отовсюду. Это дикое и свирепое лютое сергианство. Конгломерат драконей свадьбы с 1027... Да подожди, ты еще... Вот это я тут не видел. 927 года. Декларация митрополита Сергия Старгородского. И намного раньше. Христос вам открыл чудо Божьей милости и Святой Библии. Храните это сокровище. Вам нужно будет пройти это горнило, чтобы понять, как непросто жить благочестиво. 2 Тимофея 3.12 Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Вас никто не гонит. Это ответ, что вы не благочестивые. Меня гонят. Это один из признаков благочестия. У говорящих превратно нет цели, кроме как увлечь в пропасть ада. Они превратно говорят, а священники, главные проводники в ад. Это Павел собрал, говорит, из Мелита, послал Ефест и призвал пресвятеров. И дальше они говорят 20 глава. Что он говорит? 30 стих, Деяние 20 глава. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. К Академии будет кончать, защищать, докторантуру, ну что-то еще, даже уметь увлекать. Семинарии нужны только для одного Академии, чтобы уметь защитить любое безумие и беззаконие. Она не нужна. Ни апостол, никто этого не имел. Дальше. 2 Тимофея 3.9. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. И вот я теперь Юре все-таки пишу ответ. Премудрец Соломона 2.12. Что они говорят против меня? Устроим ковы праведнику, ибо он втягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания. Вот я поношу, там Маша Баранова, я действительно, получается, в их глазах поношу, а я как раз не поношу, а свидетельствую, пожалуйста. Объявляет себя имеющим познание о Боге и называет себя Сыном Господа. Он перед нами, облегчение помыслов наших. Тяжело нам и смотреть на Него, ибо жизнь Его не похожа на жизнь других. Ну вот это ко мне полностью относится. Это им очень тяжело смотреть. И отличны пути Его. Он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот. Ублажает кончину праведных и тщеславно называет Отцом Своим Богом. Это прямо про меня написана глава. Это в самом деле именно так, что никогда мы не пойдем туда, в патриархию. Никогда. Увидим истинно ли слова Его, и испытаем, какой будет исход Его. Ибо если этот праведник есть Сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов. Да. Испытаем Его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение Его и увидеть незлобие Его. Осудим Его на бесчестную смерть, ибо по словам Его о нем попечение будет. Так они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила. И они не познали тайн Божьих, не ожидали воздаяния за святость, и не считали достойными награды душ непорочных. Я Сергею этому говорю, Юрию. Предупредите их, что я буду записывать и сам распоряжусь своей записью. А они пусть себе записывают и монтируют согласно совести своей сожженной. Если не дадут согласия выставлять в интернет, то сразу же прекращаем. Встаем и уходим. Они замыслили злое. Ну и понятно так. Там иное высиживание яиц. Исайя 59.5 Высиживают зимеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет. А если раздавит, выползет ехидна. Вот и все их решения патриархийные, которые сейчас на меня нападают, это ехидны. Наум 1.11 Из тебя произошел умысливший злою против Господа, составивший совет нечестивый. Это нечестивцы. Второе царство 22.46 И на племеннике бледнеет и трепещет в укреплениях своих. Юрий Истоков. Это нет. Что они боятся-то? Я сказал им, ну скажи, прямо взрыв какой идет. А я только местописание привожу. Святую Библию показывают. Они ее не знают. Не знают. И Святой Библии 20 минут говорит патриарх или алфеев. И ни одной выдержки не может показать. Слово Библия даже не поминает. Она не нужна им. Зачем? Юрий Соболев. Благодарю за укрепляющие и наставляющие ваши слова, Игнатий Тихонович. А еще более за проясняющиеся события, стихи из Писания. Припояшусь ими. Припояшусь ими. Припояшусь ими. Прочтях еще и еще раз. А там делом не видится, может и не в причастии даже, а в более прозаичном иконах. То есть торговля иконами, где-то бывает в церкви или к человеку, говорит, не знаю. Мы бы у такого не стали исповедаться. Его нужно... А она одна говорит, а вот ему не 30 лет у нас батюшка, а исповедаться или искать другого? Это вопрос другой уже. Мы бы у такого не стали исповедаться. Его нужно извергать. Но вы сами решите, можно же найти, кому более 30 лет. Хотя и раньше 30 лет он был когда-то рукоположен. Тут так все запутали, как с повторными браками. И дальше? Шестой Вселенский Собор. Правило 14. Правило святых и богоносных отец наших. Да соблюдается и всем. Да быва при свитера прежде 30 лет не рукополагайте. Если бы человек и весьма достоин был. Но от лагати до уреченных лет. Ибо Господь Иисус Христос в 30-е лето крестился и начал учить. То есть это выше Христа лезут. А таких 99% патриархии. А это никого там и нету. Они извергнуты. Но они в церкви. А это не в церкви, уже они извергнуты. Иуда в церкви был. Да нет, конечно. Церковь святая и не порочная. А это изверженное. Ну если канон это признать. Никого и нету. Это пустой дым идет. Кадила там гремят. Да шарики еще сделали. Что она идет, гремит, как кандалам и узник. Подобно и диакон. Прежде 25 лет и диакониса. Прежде 40 лет. Да не поставляется. Ники Сарийский 11, Карфагенский 22 правила. Видите правила какие. Они их нарушают, топчут просто. И по диакону да не поставляется. Да поставляется. 15 правило. И по диакону да поставляется не прежде 20 лет возраста. Если же кто, в какую бы то ни было священную степень поставлен, будет прежде определенных лет, да будет извержен. Это Вселенский Собор. Они все нарушают, все поправили. Это все патриархия. Это же старобрячество этим занимается. Это все православные церкви. Нарушители этого правила. Надежда. Надежда Тишли. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Очень хочу вас попросить помолиться мне. Тяжело молиться порыбывает. Мерзкая суета мешает. Вопрос о женщинах. Мы должны так же, как и мужчины, благовестовать. Должны благовестовать? Ударения должны? Должны. Дальше. Я работаю в общественном месте. В Америке она живет. В Америке. С людьми. Чувствую порой угрызение совести, что не рассказываю о Христе. Я с людей стараюсь наставлять. А людей, наверное, сцены не надо здесь. Ну, еще. Я людей стараюсь наставлять, напоминаю о Боге и все. А потом думаю, начну проповедовать. Уволят. Что делать? Какое место нам, женщинам? Я насчет ИГИЛ. Что там слышно? Смотрела комментарий на арабском. Кто-нибудь перевел, что пишет? Спасибо. Да хранит вас Господь наш Иисус Христос. Все до одной книги выписали из Америки. Только за отправку пришлось заплатить 12 тысяч за пересылку. ИГЛО Деяния 8.3 Я ей отвечаю. Вот как отвечать надо-то. Пускай учатся отвечать. У Соболев кто-то мне отвечает. Вот ответ какой надо давать. А сам Волтерзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеившиеся ходили и благовествовали слово. Вот место. Одно место, которое об этом говорит. А два подсобные. Они не знают Библии-то. Ответили бы они так. А у них ролик. Я не могу два часа вложить ролик. Столько мест писания. У меня здесь больше половины места писания. Что? Отсюда видно, что подвергались гонениям из женщины. Терзал влача мужчин и женщин. Ну, что так. И следующий стих. И следующий стих говорит, что рассеившиеся благовествовали. Так, рассеившиеся. Прямо рядом, четвертый стих. И ни из чего не видно, что слово «женщины» нужно в этом стихе выбрасывать. Они тоже боялись, были в рассеянии. О том, говорят нам, в житии святых. И в первую очередь апостолом для апостолов была Мария Магдалина. О чем читаем у всех четырех евангелистов. Кто благовествовал о воскресшем Иисусе Христе всем ученикам Спасителя. Как пример служит всегда пресная Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего истинного. Она была благовестницей, как повествует ее житие. Деяние 18.18 Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. А с ним Акила и Прескила. Прескила, Акила, Прескила, женщина, жена Акилы. Деяние 18.26 Он начал смело говорить... Аполос, Аполос, да. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его. И точнее объяснили ему путь Господня. И объяснили оба, и она участвовала в этом. То есть... Прескила объясняла. Дальше. Риблина 16.7 Приветствуйте Андроника Июнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Прославившихся? Среди... Прежде... Да, когда прославившихся между апостолами, то есть Июния была там. Вот ей ответ. И когда обращаются люди с вопросом, они не к нам обращаются. К Богу. Ты покажи, что Бог сказал. Не держи около себя. В следующий раз она сама будет искать. Наталья эта, Тишли. Вот это нужно делать. Дальше. С ИГИЛом пока нет ничего нового. А что по-арабски мне уже сказали, желают познакомиться. Вот. Интересно, я... Нашел вчера. Вопросы 2321. Открытый боком. Том 10. Игнатий Лапкин. Чем вызвано, что о вас так много сообщалось раньше в печати? В печати я не отдаю. Обо мне два государственных фильмы поставлено, в которых участвую. В трех даже. И вот он пишет. Ответ. Ответ. Конечно же, только не тем, чтобы я хотел этого и заказывал статьи, фильмы и телепередачи о себе. Но я не скрывался от людей. И очевидно, что был на слуху и на виду. Но главное, что словом касался самых больных мест общества. Вот за что гонение на меня. Они за мир молятся. А я за кого молюсь? Не за одних голубей же. Люди в тайне желали, чтобы кто-то сказал о том, что у них на душе. Если бы я не находил отклика в народе, то кто бы заинтересовался моим скитанием по земле? Недавно мне принесли архив Юрия Ивановича Михалькова, баптиста из отделенных, инженера, отсидевшего три срока при советах и уехавшего в Германию. И вдруг в нем нахожу свою фотографию. И вот такой пассаж-памфлет, смешной и завистливый. Представьте себя. Видя какой баптистов. Как он выглядит. Я даже написал какой-то. И было. Что встал? Смешной и завистливый памфлет. Нет, отсидевшего три срока в Германии. Ну дальше. Кое-что из нашей жизни. Это он уже пишет в его архиве, я прочитал. Невероятно, но факт. То специально это для людей архив, он сделал, чтобы публиковали его. Кто же такой Игнатий Лапкин? Четыре раза эта фраза повторена в заголовке. Это я уже сделал. Все, дальше моего нет. Начиная с 1962 года, когда Игнатий Тихоныч Лапкин обратился от язычества в православие, имя его не сходится с традиций советской прессы. В язычестве я не был ни одного дня, с трех лет. Я уже знал Богородица, Достойно, Христа, Деву Марию. Старообрядцы, Кержаки называется, на притоке Волги, Кержинцы спасались от лютости Никоновской реформы. Никоньян. У меня предки глубоко верующие были. Всегда дед читал и Златоуста. Библии не слышал, не знал. Дальше. Писали о нем в Прибалтике, где он обратился. Писали о нем в Новосибирске, где он жил. Имя его не сходит со стороны советской прессы. Но в советское время, что писали о тебе, это не так просто. Писали в Прибалтике, где обратился. Писали, да, действительно писали на латышском, на русском языке. Бродит по религиозному болоту. Вот как меня заглавили. А в это время на корабле работал. Сон блаженного Игнатия. Сон блаженного, я там задремал на корабле, дежурный был, солнце припекло. Ну, дальше. Писали о нем в Новосибирске, где он жил очень короткое время. Очень, очень, такие статьи были поганые прямо. Писали о нем в Киргизии, куда он приехал в гости к своему брату Иосифу. Писали, писали. Ну, где бы только он не объявился, везде пишут о нем. Ну, почему? Ну, в советское время, ну, согласитесь, что, чтобы обо мне писали, я пришел, напишите обо мне. Ну, от меня-то не зависела, моя жизнь другая, чем у вас. Ну, что вы сгниваете в неподвижности своей? Извиньтесь с места-то, не лопайтесь от злости, ничего в этом это не даст. И вот, я вчера это нашел, я познакомил. А вы говорите о себе, да не я говорю, а обо мне говорят другие. В советское время. Да зачем вы меня арестовали не один раз? Меня не просто посадили, посадили убереть. Из туберкулезника меня вытащили. Хотя я не болел, но бронхи полетели. Дальше. Но особенно много написали и все еще пишут на страницах Алтайской краевой прессы, со времени его обоснования на земле Алтайской, в столичном городе Барнауле, в 1969 году. Вот видите, что написал он. Писали о нем в застойные времена, писали в перестрочной, пишут и в послеперестрочной. Пишут о нем в брошюрах, пишут о нем в книгах. Теперь уже делают о нем кинофильмы и снимают на телевидении. Один фильм называется «Златоуст из Потеряевки». «Златоуст» — это прозвище мое, Потеряевка, деревню. Когда у меня суд был, и там свидетель был, первый секретарь железнодорожного района КПРФ, Бобров Геннадий Александрович. Ну он просто лютой ненавистью. Вышли в коридор, когда там отдых, суд где-то подошел ко мне вот так вот. Только придем к власти, вот ваша Потеряевка. Я говорю, нельзя, я как дал сейчас вообще с ума сойти. Ну вот его начинает говорить, он, ваша честь. Этого человека я знать не знал, но был Конгресс интеллигенции, там лауреат Нобелевской премии Алферов, Жарес был. Ну вы стоите наутюженное в галстуках, и вдруг слово предоставляет Салапкин. Я никогда ему не знал, ваша честь. Выходит в задрипанном пиджачке своем, в валенке сгалошимое. Я только подумал, а это для чего здесь, ваша честь? Ну это явно говорит не друг, вот так бы он с нами. Но вот он заговорил, я прошептал, златоуст. Вы понимаете, это говорит он, враг, и он не мог удержаться сказать, почему мне это дано, Бог это сделал. Какой я златоуст-то? Но он увидел это, а вы этого не видите, рядом живете. Теперь, что? Наверное, за все годы советской власти, ни об одном православном архиереи не писали столько. А сколько о нем еще будет написано? Раньше в прессе его хайли и набивали цену великомученика. Вот они знали, что мне цену великомученика. Вот у меня за рубежом спросили, как вам мешало КГБ. Никак, они сделали мне известным. Только и всего. Ну а как это? Да не знаю я ничего, я просто работаю и делаю. Работаю, печи, ложу, 300-280% норм, а рядом люди, я им свидетельствую, кладу и проповедую. И они это видели. Больше меня никто не проповедовал. Ни одного завода, ни фабрики, ни воинской части где бы не проповедовал. Школы десятки, все университеты, три радиопрограммы. По рефимовому времени я стоял на первом месте в Алтайском крае. И не один год там поднялись коммунисты. У нас профессора, депутаты. Никому времени столько не дают, как Лапкину. А меня там всюду приходят на дом, берут интервью, иду на улицу и хватают. Караулят. Прихожу домой, стоят машины, два полковника. Мы решили зафрахтовать самолет, чтобы по всем воинским частям вас провозить. Ну не я же это делаю. Если меня Бог избрал, не умирайте. Еремею Бог избрал. Его дух пришел на меня. И он был в духе Ильи, и я в духе Ереме. Дальше. Великомученик они меня хотели создать. Да не хотели они. Теперь в прессе хвалят его и набивают сыну, как великому подвижнику и кудеснику в земле сибирской просеявшему. Это Баптист говорит. Что он говорит? О нем ни разу не написали. А он такой представительный, видный. Я плюгавенький перед ним такой. Те, кто был раньше безбожника, плохим и опасным. Так и остался плохим и опасным. Хвалить их не будут противников власти. То есть, Баптистов не хвалят, а Лапкина тогда поносили, поносили, а теперь хвалить вначале. Почему? Соломон говорит, говорит, если пути человеку угодны Богу, то он и врагов примеряет с ним. Вот почему. А Игнатий Тихонович в зените славы и почета. И раньше, и теперь. Ну, алтайский кудесник, да и только. Когда генералы и полковники КГБ взламывали половицы и потрошили стены в комнате Игнатия на второй строительной, в его ветхом Барачонке Игнатий, как скороход, вносится по всему краевому центру, оповещает всех верующих об обыске. Причина какая? Я всех, конечно, оповещал. За ними ездят по пятам черные Волги и Бобики. А Игнатий хоть бы что. То ли он невидимка для КГБ, то ли невидимка для КГБ. То ли он видимка для КГБ, то ли невидимка. Ему главное повестить верующих всех конфессий, чтобы молились за него. Моя вина какая где-то? Да действительно, это все правильно пишет. Ну, не дать, не взять кудесник в земле алтайской просиявшей. Ни об одном православном архиереи столько не накручено, не наворочено в алтайской краевой прессе. Интересная история. Ну, где бы только не появился Игнатий Тихонович, везде о нем пишут. Ну, это говорит противник мой. Ну, я ли это? Звонят снимать все фильмы, я отказываюсь. Они снова звонят, наконец меня уговорят священники, ну снимите, снимается. Фильм занимает первое место на международном киноконкурсе. А режиссеры говорят, да лапки нас вытащил в фильм. Он снова приезжает, он говорит, был, еще надо снять. Сняли, второе место в России, это первое место в России занимает. Ну, не мое это. Другая студия приезжает, снимает. Мост новосибирской студии ОПИ. Пишут о нем в центральной прессе, пишут о нем в местной прессе, пишут о нем в сам издатии, пишут о нем в там издатии. Там издатии, то есть за границей. Действительно так. Я поехал в Америку, и американские газеты пишут уже. Потащили меня на радио «Голос Америки». Я там выступил. Вещают о великом сибирском благовестнике по радио «Свобода». Вещают о нем в Кестон-колледже. Это Кестонский институт в Лондоне. И директор оттуда прилетела в Потеряевку, Ксения Дэна. Ну, не я же это. И сопровождает кто? С Останкина. И вот она, чтобы не начинали писать, вот этот был Влад Галенко. Начал писать на Останкино, там, первое место. В газетах выступили, первое место. Когда бы еще не писали, все занимают первое место. Ну, Бог это делает. Бог понимает, а вы хаяете. Да мне не надо это. Ну, Бог знает, что делать. И так далее. А сколько о нем еще навещают? Да. Это же ни одна библиотека не вместит. А у меня не было еще ни одного листика написано. Действительно теперь 38 книг. Да еще 7 книг, которые неизданы у меня стоят. В интернетной версии. Это же ни одна библиотека не вместит. Слова об Игнатии Лапкине проникают во все концы земли несчастной. Везде, где только люди есть. Утро в 8.00. 16 марта 1992 год. Общедоступная религиозно-нравственная библиотека Юрия Михалькова. Город Барнаул. Улица Молодежная, 44. Квартира 63. Это он пишет. Приветствия друзьям. Кое-что из моей жизни на свободном западе. 1980-1994. О горнем и земном. Падр Борн. 1994. Теперь я пишу. Притча 27.14. Кто громко хвалит друга с раннего утра, того сочтут злословище. Это все злословище вокруг меня. Только они тогда хвалили, а сейчас поносят. Деяние 19.9. Ну как некоторые ожесточились и не верили в злословие путь Господень перед народом, то он оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Отделил, ожесточились, все будет другие слушать. Вы не слушайте, не заходите. Я теперь отвечаю. Юрия Ивановича, его прекрасных родителей, я лично знал. Он на два года старше меня, 1937 года рождения. Не раз бывал у них на кухне. Дальше не смодобился пройти. Это я про себя говорю. Представительный, высокий, ухоженный. Но на лице у него всегда застывшая ухмылка, ехидство. Запросто и шутя наживает себе врагов. Пример. Мы ремонтируем базу. Я несу резиновую трубку для проволоки через стену. Для проводки через стену. Он встречается. Это атрибут вашей веры? Ага. Его отец Иван Андреевич был на процессе надо мной в 1986 году. Потом отзывался очень хорошо. Я же на суде упомянул о Юрии как о исповеднике, ибо он отсидел три раза. Он был инженером на заводе аппаратурном. Дальше. Юрий Соболев. Сегодня в ожидании студентов читал книгу Бытия об Иосифе. И вот какая мысль родилась, заставившая меня улыбнуться. Бытие 41 глава. И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы дух Божий? И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот, я поставлю тебя над всей землей египетскую. Как же жаль, что нет у нашего фараона, в скобках, патриарха, такого пусть и забывчивого виночерпия, который бы указал на человека, в котором был бы дух Божий, разумного и мудрого, то есть на вас, Игнатий Тихонович, чтобы в это трагическое время, когда православие летит под откос в нашем Египте, успеть с помощью Божией, тем более, что у вас и программа есть. Вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей... Так, подожди, в Египте, так, под откос нашему, успеть что-то поправить. Попрочитал это? Да. А то и выправить. А то и выправить с помощью Божией, тем более, что у вас и программа есть. Дальше программа какая? Вышел Иосиф от лица фараоновой, прошел по всей земле египетской. Земля же в семь лет изобилие приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб семи лет, которые были плодородны в земле египетской. Положил хлеб в городах. В каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского. Так что перестал их считать, ибо не стало счета. Так-то фараон-то доверил весь Египт чужаку, еврею-рабу. А у нас против своего исконного православного воюют и поносят. Видите как? Он считает. В отдых у него там у студентов перерыв. И смотри, какие мысли приносят. Ну не я же это говорю. Я не могу откинуть это. Я отвечаю. Игла, там награда была совсем даже не такая. И не за то. Если верим в наследие от Бога и входим к Нему беспрепятственно в любое время. В Богу. То и мы можем собрать и накормить алчащих и более того. Так что Иосиф тут окажется вовсе уже не таким высоким. Нам за страдание и за поношение обещано. Обещано. Страшно вымолвить. Да, там была ошибка здесь. Вымолвить. Разделять царство небесное с хозяином. Матфея 5.19 Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Тогнали и пророков, бывших прежде вас. То есть награда какая обещана? 1 Иоанна 3.2. Возлюблены мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Потому что увидим Его. Подобны Ему. И толкование какое? О! Страшно сказать. Толкует. О! Ублаженна Фетилакта. Юрий Соболев. Благодарю за уточнение и пояснение, Игнатий Тихныш. Я же мыслил это в переложении на духовное. Имею в виду, что стоит довериться человеку, явственно вводимому Духом Божиим, невзирая на его лицо, для спасения страны. Для нас сейчас, конечно, в духовном плане. Никакие тут Скуратовские. Он прям дрожит от злобы. Там Дудин. Ой-ой, это прелесть. Это прелесть. Сатанинская прелесть. Гордыня. Прелесть, гордыня. Прелесть, гордыня. Сапрели. Вот я теперь увидел, почему кричат. Держи, вора. Это воры. Это самые люди в прелести и в гордыне. Если у меня есть, по делу покажите. Юрий Соболев. Сейчас назад был, да. Особенно сейчас на общем фоне происшедшего в Греции. Напрасно с надеждой смотрит христианский мир на Третий Рим. Русская тройка уже давно несется к тому же финалу. Ага. Ну дальше. Это Алексей Матюшин. Казахстан. На женщину, говорит. Ее заставляет священник там стричь волосы или что-то. В 1 Коринфянам 11.14. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него? Ну если жена... То есть священник разрешает, он не заставляет, а разрешает. Я правильно сказал. Но если жена растит волосы, для нее это честь. Так как волосы доданы и вместо покрывала. Это я ему ответ даю. Он спрашивает вчера. 96 правило 6 Вселенского Собора с толкованием. Епитемиям и отлучению подлежат те, которые подкрашивают свои волосы, чтобы сделать их светлыми или золотистыми. Или подвязывают их, чтобы сделать их кудрявыми. Или носят чужие волосы. Женщины, смотрите теперь, читайте. Это уже 96 правило 6 Вселенского Собора с толкованием. То епитемии подлежат бреющие бороды свои, чтобы росли они после ровнее и красивее, или чтобы всегда казаться молодыми безбородыми. Также те, которые выжигают маленькими щипчиками волосы на лице, чтобы казаться нежнее и благообразнее. Которые подкрашивают свои бороды, чтобы не казаться стариками. Этой же епитемии подвергается женщина, потребляющая белила или румяна для привлечения к себе мужчин. А для чего они красятся? Чтобы привлечь чужого самца. Ефрем Сирин говорит. А золотовус говорит, если Бог не дал красоты на полобола, то есть на рубль ты их не купишь. Ах, как может Бог признать в них свое создание и свой образ, когда они носят другое, дьявольское лицо? Вот когда красите, то другое, все это дьявольское лицо. Бриты это дьявольское лицо. Разве они не знают, что уподобляются блудной и изовели? И так все мужчины и женщины, делающие что-либо подобное... Что-либо подобное, вот украсить себя там, подстричь, бриться... Подвергаются отлучению. Если же все это воспрещено мирянам вообще, то тем ли более клирикам и священным лицам, которые должны получать народ и словом, и делом, и внешним благочестием. Греческое кормче, Педалион, страница 270, издание 1888 года. Это священный сенот русской православной церкви издал. Ну, теперь это уже показал про Голу-Агалиеву. Вот где. Вот теперь маленько вернемся назад. Сейчас чуть-чуть, уже надо будет показать где-то. Сегодня мы это уже указали. Теперь я только покажу, откуда взято уже перебор сегодня по времени. Это вот мой листик. На мой мир заходите. Вот его тут грабят сейчас патриаршие священники, семинаристы. Взламывают, ходят уже который раз. Это верующие называются. Ну, какие же верующие-то? Ясно, что это не церкви. Дальше. Это наш православный видеоканал. Вот он как выглядит. Так зарядите просто, и вы уже на него зашли. Это через день я уже выставлю. Завтра утром вот это будет выставлено. Вот наш форум. Какое-то новое что-то появилось. Не знаю, откуда это. Вот оно что. Кто-то выступал. Ну, придется даже маленько шагнуть. И попутно показать, какой у нас сайт. Если не знают. Вот. Посмотрите Библию. Теперь вот, смотри. Что это у нас здесь? Вопросы и ответы. 304. Ну-ка, давай посмотрим. Ну, это 304. Иногда еще. У-у-у, сегодня сколько. Ну-ка. Вот это выходило уже. Это отвечали. Это была женщина? Нет, не была. Давай, прочитай. Валентина Будучанина. Здравствуйте. Если исповедующий священнику, а потом узнаешь, что он рукоположен ранее 30 лет, совершается ли таинство исповедей? А если исповедь была, когда ему уже исполнилось 30? 30, спасибо. То есть я ответил как раз здесь. Это ей ответ был. Вот. Теперь другие, которые приходят. Я их и не считаю. Вот это я женщина ответить успел. Так. Город Москва. Сергей Кочевых. Игнатий Тихонович, помощь Божья, да пребудет с вами. Портрет горожанина. Ну, вот это я скажу, как его звать. Сергей, бороду не трогай. И застегнись на верхнюю пуговку. Не подражай масонам. Вот мой ответ. А он за это обидится. Да мне зачем думать? Мне не надо думать. Дальше. Максим Выгнич. Добрый день, Игнатий Тихонович. Как вы относитесь к патриарху в Северуси Кириллу? Как к патриарху отношусь и каждый день за него молюсь. Так я отношусь. Об этом слишком много сказано. Каждый день за него молюсь. Потому что написано с начальствующей будет строгое взыскание. У него совершенно Божья выпущена. И сам крестит перевернутый ребенок. Ему отвечает больше других. Думаю, спасется. Я не знаю, спасется, не спасется. Но делает он неправильно. Неправильно, что каноны не соблюдает. Священники, что попало, творят. Его там обвиняют в чем там сатанизме. Не мне этим заниматься. Я не обвиняю его ни в чем. Только молюсь каждый день за него. Молюсь. Дальше вот он. Какой, видимо. Где-то, не пойму, на корабле на каком-то или что. Дальше кто? Олег Горшков. Он уже был. Что он пишет? Игнатий Тихонович, я вам очень благодарен. Ваши программы от чистого сердца. Олег его звать? Олег. Олег. Бороду не брей. Вот это у меня фотография показала. Как из кинофильма. Какая чистая. Глаза даже сверкают. Кто такой? Валерий Соломатин. Вот и что. У него маленькая оборотка. Не подстригайте городу. Дальше. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Хотелось бы узнать, как там дела потеряются. Ну, зима. Что там? Скотина. Какая нынче зима? Да вот такая началась. Зимы-то не было еще. Дальше. Смотрел все ваши видеоролики. Никаких фильмов не надо. Ваши ролики вот это настоящее, жизненное, поучительное. Большой привет Никите. Никита, тебе повернись. Чтобы тебя видели. Пускай тебя увидит он. Вот он, Никита. Говорят, что ему тут мозги запудрили. Он не может выехать. Тебя... Ты свободен выехать? Свободен выехать-то. Он зазомбировал тебя этот старый гуру в благостарчестве. Не каждому Бог дает такого наставника в твоей жизни, как Игнатий Тихонович. Я не считал. Первый раз слышу это. Искренне рад за тебя. Переживал. Успеете ли вы с... Платинами. Платинами. Платиной занимаемся лишь. Золотом. Дебуном занимаемся. Ну ладно, ну ладно, одна ошибка. Управиться до наступления зимней непогоды. Сколько труда терпений в них было вложено. Дай Бог, чтобы... Больше буквы желательно писать. Ну да. Чтоб весна прошла без сильного паводка. С Рождеством вас. Вот видишь как, как судить это. Валерий, сердечно благодарю. Выходите на скайп. А скайп выходить очень просто. Сначала внизу напишите на Игнатий. Первая десятиричность с точкой. А после И еще как буква уруска. Игнатий 10. С цифрой 10 вплотную. И вы на меня выйдете. С 3 до 17 по Москве. С 3 до 17. В другое время не заходить. Но сначала напишите, приму я или нет. Заняты. Галина Николаева. Тот, кто знает зачем жить, преодолеет почти любое как. Какой-то Франкл. Франкл можно, наверное. Да. Игнатий Тихонович. Если РПЦ, МП, ложь, тотальная, то где правда? Альтернатива где? Относительно священного писания. Где же церковь Христова? Куда смотрит Господь? И почему попускает это? Думаю, многие, кто вас смотрит, задают эти вопросы. Ну, куда смотрит Господь? Это Господу. А вот в МПЦ что делать? Тотальная ложь. Тотальная ложь патриархии. Заботиться, чтобы патриархия ожила. Чтобы Дух Святой руководил ею. Чтобы московская патриархия принесла покаяние. За то, что образование Сталином берием было. Отречься от этого. Что угодно перерукоположить. Убрать всех гомосексуалистов. С торговли с этой в храме покончить. Раньше 30 лет не ставить никого. Это запрещено. Не искажать таинство, крестить правильно. Вот с чего начинать. А тут надо трудиться. Никуда уходить не надо. Домосковская патриархия благодатная. То есть церковь. Иван Беленко, 32 года. Павловск, Россия. Здравствуйте, Игнатий Тихоныч. Можно мне где-то на просторах интернета найти ваше толкование Святого Писания или нет? Нету моего толкования не было никогда. Вот трех топик, который есть. Зайдите на сайт и там книги. И дойдете толкование по всем святым отцам с откровением. С откровением вышло за 2000 лет впервые. Это три тома по 752 странице. Как его звать? Иван, Иван, там найдешь. Уже время мною. Дальше. Если можно, то может дадите мне ссылку. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Где в Евангелии говорится, что вне церкви никто не спасется? Для того рукоположил, говорит. Ежедневно прилагал к церкви. Деяние апостола, 2 глава, 47 стих. Вот где. Дальше. Кроме того упоминания, что Христос, жених, придет за церковью невесты. Да, но этого хватает уже. Не за эритиками. Никаких конфессий, слов о конфессии, динаминации нет. Выкиньте. Эти слова заменяют на словом ересь. Церковь и ересь. Михаил Домнич, 45 лет, Красноярская, Россия. Геннадий Тихонович. Ссылка какая-то идет. Антираскол.ру. И это все о вас. Так, для общего ознакомления делюсь с вами. Предупрежден, вооружен. Спасибо, Христос. Я там все видел, знаю, что они говорят. Это кодло. Они ничего не делают. Это враги божии. На педе нападают. Говорят, их никого нигде нету. Я их имена не знаю. То есть они, ну, разные слова говорят. Дурные. Евгений Келарев, Онега. Спасибо за озвучивание Евангелия. Слушаю. Ну, спаси, Христос, Евгений. Женщина пусть наденет платок, скажите. Сам бороду не евреи. Дальше. Галина Николаева, Санкт-Петербург. Если РПЦ, МП, ложь тотальная, где где правда, альтернатива, где... Ну, это я уже ответил. Да, да, это было. Дальше. Я ответил. Теперь еще один. Я понимаю, что длинный ролик получился. Яков Язев. Ухта. Видимо. Спасибо, Господь. Пользуюсь вашим сайтом для подготовки в семинарии. Ну, вот как. Я не знаю, это семья его или кто. Благословил, Господи. И как его, Яков? Ну, тут уже что? Игнатий Тихоныч, слезно прошу вас помочь. Я крещеный православный христианин. Попал в тяжелейшую для себя ситуацию. В результате я сейчас инвалид второй группы психиатрического наблюдения. Не буду говорить, что именно. Я согрешил, серьезно, по беспечности своей. Хотел жениться. Выбрал вконтакте понравившуюся мне девушку. Влюбился с первого взгляда. Мы встретились, стали дружить. Между нами нашлось много общего. Я вегетарианец. Она тоже. Хотели жить в строгой нравственности. Она была действенницей. Я бард. Она художник. Здорово подумал я. Родители дали согласие на нашу свадьбу. Но потом я уехал в другой город помогать одной семейной паре писать музыку за денежное вознаграждение, с которыми до этого уже работал. Думал, меня поймут. Мы простились с ней у метро со слезами на глазах. После, запятая, мы согрешили. Казалось бы, половой грех. В кавычках. Я как верующий человек сразу намекнул Александре на это, чтобы не ранить. В шутливой форме надеялся на прощение. И посыпалось. Череда за чередой злые обстоятельства. Я не обладал твердым мужским духом, из-за чего постоянно переживал. Не смог противостоять злу пришедшему через меня. Не смог остановить эту вакханалию. А враг как будто... Ух, как это много так. Ну ладно, я прочитаю потом. Так, это отброситесь к священнику, который там, в Московской Патриархии. Это разбирается там на месте. Чтобы он поступил по канонам, по Святой Библии. Простите, я просто не могу. У меня уже к двум часам сегодня подходит. И дальше что? Все на этом. Ну, больше я даже не успеваю никуда глянуть. Это только за утро. Видите, какое? Так это еще не все. Еще сколько... Вот она. Еще тут это. В скайп кто-то зашел. Сейчас попутно глянуть. Я ничего не придумываю. Вики Олсен и Ольга. Так, что там пишет? А там что пишет? Это Олсен с Америки. Давай, что там? Еще кто-то есть. Еще он пишет тут. Ну, тут надо выше поднять, чтобы прочитал-то. Миром, Игнатий Тихонович, ваша оценка РПЦ весьма правдива и правильная. Волки лютые. И тем более странным является то, что вы всех призываете туда идти. Волки хищные. Люди, нерожденные свыше, не имеющие Божьей благодати. И если даже эти епископы и просто попы, и имеют закон рукоположения, Дух Христов не может пребывать в нечестивых. Утверждение, что церковь там, где епископат, в корне неверно. Видите как, вот неверно. А я считаю, где нет епископата, вообще нет, не признанно, это не церковь. Видите, он хорошо относится, все, но я сказал, я не могу так всем угодить-то. Вот он, и видно, что не православный, но говорит-то хорошо, но дальше неправильно. Дальше. Церковь первична. И только, когда уже существует церковь, в ней поставляются пересвитеры и епископы. Так и апостол Павел повелевает Тимофею поставить пересвитеров в существующих церквях. Церковь вполне может существовать и без епископата. Не может. Где нет епископата, без церкви нет спасения. Илариона Троицкого, почитайте, да и вся Библия об этом говорит. Это образец Ветхазоветнего священства. А могли приносить где-то? Ну, Саул попробовал принести раньше времени жертву, да и что получилось? Тогда было и левее на священство, а сейчас пощинах Христа Берцкеседека. Но для порядка и единого учения против возникновения ереси поставлялись епископы-пресвитеры. Только для этого. Дух Святой сходит через их руки. Миром потом заменили, а это все под вопросом. Не сочтите за дерзость мои высказывания, ведь когда-то Аполлос в смирении принял слова Прескиллы и Акиллы, несмотря на свою веру и положение Учителя. С уважением к вам ваш брат во Христе Вики Олсен. Это все он сказал? Все? Да. Ну, тут, короче говоря, я больше не могу здесь ничего не находить. Батугин написал. Это, может быть, ничего и нет у Батугина, она не уходит после беседы сегодня. Ну, все на сегодня. Прошу еще раз у всех прощения. Сейчас пост идет. Кланяю в землю всем, кого я обидел. Простите меня ради Христа. Грешный, многогрешный, супергрешный. Все, что говорится в покаянном каноне, все признаю за собой. Простите. Простите и позаботьтесь о себе. Чтобы Господь услышал нашу молитву, чтобы нашу страну помиловал. Наша страна стоит на грани великих невиданных испытаний. Страшных испытаний. И будете не до меня, вы будете искать, что я говорил здесь. Я говорю не от себя это. Я привожу места из Святой Библии. Простите меня. Простите ради Христа. Все, что знаете обо мне, спешите на милость Божию. И чтобы я это не повторил, покажите конкретно. А пока не говорите, я говорю покаяние в общих словах. Там посмотрел, тут подумал, тут огневался, тут еще что-то сделал. У кого просить прощения, не знаю, у всех прошу. Тех, которые хотят этого, говорят, ой, как вам это идет. Я могу кланяться целый день перед вами. Хотя у меня позвоночник и не позволяет. Всего хорошего. У-у-у. Продолжение следует...